Главную речную переправу Бийска, коммунальный мост, ждет обновления. Рабочие починят конструкции проезжей части и тротуары, контактные сети, отремонтируют трамвайные пути и ограждения. Накануне о том, как будут идти работы на объекте, рассказал глава Наукограда во время визита губернатора Виктора Томенко. Под мостом будет восстанавливаться защитный слой, полностью опор, арок и всего, что необходимо, там и сделано. Уже с 27 апреля на мосту будет организовано однополосное реверсивное дорожное движение. На въезде и выезде установят светофоры, для общественного транспорта по опыту Барнаула сделают выделенки. Чтобы избежать заторов, бийские автомобилисты и туристы, следующие в соседнюю республику, могут воспользоваться объездными путями. Однако терпеть неудобства придется всего несколько месяцев. Уже к сентябрю рабочие обещают закончить ремонт моста. А пока губернатор предложил установить на переправе камеру, чтобы жители, например, на сайте гороадминистрации, могли наблюдать за ходом работ в режиме реального времени. Надо сделать так, чтобы люди, когда смотрят, мост уже закрылся, а вроде работ не видно, вызывает, естественно, такие волнения, недовольства. Вот мы видим это, например, в Барнауле, где путепровод через проспект Ленина сегодня делается. Такие моменты есть. Работа как будто не видна и кажется, что никого нет. Всего на ремонт объекта планируют затратить порядка 170 миллионов рублей. Ход работ губернатор пообещал контролировать лично и подчеркнул, это только малая часть тех дорог, что планируют построить и привести в нормативное состояние. Всего их 600 километров по краю в этом году. Анна Рашагирова, День с толком.